Памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, началось в парке 40-летия Победы ровно в полдень. И это было далеко не случайно. Подробности в нашем следующем репортаже. Печальная и трагическая дата в нашей истории – 22 июня. Для того, чтобы выстоять против фашистских полчищ, победить сильнейшую армию, нашим воинам, всему народу, понадобилось напряжение всех сил, и за победу пришлось заплатить очень большую цену. Первыми удар приняли на себя пограничники. И это, конечно же, не забывается. Для пограничников он вдвойне символичен, вдвойне он памятный, потому что первый бой приняли пограничники. Первые заставы, которые стояли на западной границе, в течение двух дней, неделей, даже больше, стояли до последнего, отражали натиски врага. Для нас, пограничников, которые сейчас служат, которые сейчас находятся в запасе, это память, которую мы должны продолжать и рассказывать своим внукам, своим детям. Мы сегодня возле памятника пограничников будем возлагать венок, будем рассказывать о греческих поступках пограничников. В этот день скорбит вся Кубань, все потомки великого народа победителя. Он пережил военное лихолетие, выстоял в этой кровопролитной войне. История, которую все должны сохранять и передавать через поколения, это настоящая гордость России. Все, что связано с той войной, это наша душевная боль. И одновременно наша огромная гордость за победу, за наших ветеранов и тружеников тыла, которым мы безмерно благодарны. У нас в каждой семье есть свой солдат, свой ветеран или труженик тыла. Все они – поколение победителей, которые своей жизнью, своим трудом, своими лишениями подарили нам мирное небо над головой. Возможность жить, расти детей, радоваться каждому дню – об этом мы будем помнить всегда. Вахту памяти от ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны принимают и продолжают представители молодого поколения. Именно в День памяти и скорби мы, молодежь, осознаем, что когда-то вся страна сплотилась воедино для борьбы с общим врагом, с немецко-фашистским захватчиком. Кто-то ушел на фронт, кто-то работал и днем, и ночью, отдавая все для победы. Наши ровесники сложили головы ради будущего своей страны, ради того, чтобы мы могли радоваться жизни и свободе. Ровно в 12 часов 15 минут была объявлена Всероссийская минута молчания. Это глубоко символично, потому что именно в это время, 80 лет назад, жителям Советского Союза сообщили о нападении фашистской Германии в начале войны. Затем состоялось возложение живых цветов к Вечному огню и к мемориалу павшим героям. Это лишь скромная дань памяти тем, кто в сражениях отстоял независимость нашей страны. Сегодня исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Эта памятная дата очень важна для нашего народа, так как много жизней отдали советские солдаты и мирные жители для того, чтобы мы сейчас видели мирное небо над головой и жили долго и счастливо. Поклониться памяти павших пришло немало молодежи, для которых наша история не пустой для сердца звук. И пока жива эта священная память о подвиге солдат Победы, мы будем изо всех сил противостоять любой войне. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа События.